Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансер. Это новое видео по игре Front Mission 3, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами познакомились с первым магазином в этом сценарии, по сути, и отправились в сель, чтобы заработать денег, на то, чтобы улучшиться, в первом же магазине. По сути, что? Я сделал всё. Теперь у нас есть корпус Миллядейн, кассел руки и ноги Эннера. Вот закупился немного снарягой, естественно. Пилотом назначил боевые навыки, которые у нас есть. Таран. Я не помню, откуда у нас таран, но, в принципе, таран тоже штука прикольная. Сберечь таран, это ноги дают нам Эннер. А таран, вот не помню, откуда. Ну ладно, не суть. Это не важно. По сути, всех перекрасил, всех улучшил. Как вы видите, все улучшены. Почему поставил тело от Миллядейн? По сути, у них мод класса урона. Выше работает. Ну, он лучше работает, точнее, чем у Эннера. Ладно. Так, а что мы можем уходить? Зайдем сейчас в барчик. Там я был, вне игры. Ну, вне записи имеется в виду. Но, по сути, мы пропустили там по диалогу от каждого. Я просто разбирался, как работает план заработка в интернете. На по... как это? Сдавая кого-нибудь. Может, мне поехать домой в Австралию? Можешь отправляться. Вступай в ряды повстанцев! Угу, обязательно. Она может купить что угодно. Почему она несчастна? Ну, это прав Фам. Вроде как ее зовут так. Это девушка, которая была очень недовольна нашим появлением в магазине. И ассортиментом в магазине мужичка. Вам надо убраться к чертям из этой страны. Да-да, обязательно. Кстати говоря, еще, пока я лазучил по интернетам... По сети, точнее. Вот. Я понял, что у нас есть почта непрочитанная. И неотвеченные сообщения. Поэтому давай почитаем. Казуки. Откойки. Казуки Ирёго, не отвечайте, если получите это письмо. Вас разыскивают в связи со взрывом на базе Йокосоко. Я верю, что вы к этому не причастны. Крисим Индастрис ничего не рассказывает полиции. Может, Суэ надавили на эту компанию? Или они заключили сделку? У меня жена и сын. Я знаю, это звучит как оправдание. Но, пожалуйста, поймите меня правильно. Эй, Ирёго, я получил письмо от Коки. Да? Да ну. Ну и что он пишет? Он извиняется. Правда, не знаю почему. Серьезно? Давай напишем ему. Так. Тут госпожа Хосыгава. Это твоя учительница. Кисака Хосыгава. Я не могу поверить, что у тебя и Казуки разыскивает полиция. Школа была забита журналистами на следующий же день. Я не верю в то, что ты причастен к взрыву. Это должна быть ошибка. Я на вашей стороне. Жду твоего ответа. Госпожа Хосыгава? Она очень взволнована. Но она беспокоится о тебе. Она уже на пределе. И может что-нибудь сделать какую-нибудь глупость. Интересно, чего она хочет? Так, ну и у Миха есть сообщение от Сакуры ЛМ. Здравствуйте, Миха. Здравствуй, Миха. Мне понравился твой класс по безопасности дорожного движения. Часть, где ты попала под машину, была моей любимой. Ты говорила, что у тебя нет парня. А сейчас есть кто-то? Ну приезжай к нам снова. Пока. По скриптам. Я классный руководитель Куроя. Спасибо за лекцию. Вот я прикрепила фотографию с того дня. Ммм, симпатично. Хм, окей. Миха, отлично выглядишь. Правда? Видимо, они не дали ей сделать что-нибудь еще. Так, ну давай отправим сообщение. Так, койки. Понимаем. Я вас понимаю, но мы хотим знать, что собирать предпринять СОИ. Не могли бы вы поискать какую-нибудь информацию на сервере Кейсима Индации? Так, и Хаса. Ну, я так понимаю, Хасыгава. Да-да, госпожа Хасова. Эй, не волнуйтесь за нас. Казаки, я в порядке. Уже скоро мы вернемся в Японию. Окей. Так, ну что. А, кстати, насчет покраски. Я покрасил в красный наш Иванзера. Но если вы там надумаете что-нибудь другое, мы можем попробовать перекрасить. Пишите в комментариях по поводу этого всего. Я посмотрю, может подумаю. Действительно, может перекрасим. Монет по факту не принципиально, какой цвет будет. Главное, чтобы он вообще в принципе был. Ладно, штаб подстанцев. Пошли. У нас там миссии. Все дела. Бомарм, вы приняли решение? Мы не можем позволить себе потерпеть неудачу. Я понял, почему вы до сих пор не взяли Филиппины. Я не хочу объединиться с трусом. Я обоснуюсь свои решения во время обсуждения миссии. Как вам такой вариант? Хорошо. Есть два пути, чтобы попасть в Лусон. Маршрут А двигаться на север Злэйта и Самар, к южному Лусона. И маршрут Б на север через Нагрос. Пана и Миндора. Высадившись в Батангасе. Маршрут Б кратчайший. Точно. Время имеет существенное значение. Мы должны быстро атаковать базу Тау. Поэтому мы выбираем маршрут Б. Это невозможно. Маршрут Б короче, но он намного лучше защищен, чем маршрута. Что? Правительственная крепость в Нагросе? И что, крепость настолько неприступна? Главная проблема совсем не в крепости. На Панайе есть база ПВО за крепостью. Без поддержки со стороны океана вы не сможете взять крепость. А если проигнорировать крепость и отправиться на север? Именно этого они от нас и ждут. И тогда их флот у нас уничтожит. Океанская крепость Дагатахас. И еще одна проблема. Тогда нам неоткуда напасть. Аааа, давайте просто бросим все это. Ну, как обычно. Ему лишь бы побольше ничего не делать и спать. Ну, нормально. Это правильное решение. Если нам нужна авиация, мы должны найти способ решить эту проблему. Отправляемся в Панай. Сначала мы высадимся в Панайе. И нейтрализуем ракетную базу. После этого мы высадимся в Нагросе. И отправим, и поддержим основные силы. После взятия Нагроса мы штурмуем Дагатахас, помогая высадке Батангаса. Хороший план. Я думаю, он даже будет рабочий. И это не так просто. Панай находится за Нагросом. Как мы вы захватим Панай, когда мы не можем даже взять Нагрос? Если бы это было так просто. Мы будем бы не застрелить здесь. Успокойся. Это не план, это самоубийство. Мы много раз пытались, и все безрезультатно. У армии плотная линия обороны. Да ладно. Высадимся без их ведома. Что ты имеешь в виду? Совершим аварийную посадку на коммерческом самолете. Они не станут сбивать гражданских. Замаскированная высадка? Это может сработать. Но мы можем взять только небольшой отряд на борт самолета. Лео, мы идем, верно? Нам нужны все наши войска, чтобы напасть на хребость. Мой отряд будет действовать самостоятельно. Тогда, если мы потерпим неудачу, вы сможете отрицать любую связь с ДХЧ. Или отрицать причастность к миссии в целом. Как насчет этого? Хорошо. Нам нужно было сделать это однажды. Может сейчас самое время разберитесь с ракетной базой. Но на нашу помощь не рассчитывайте. Вы должны позаботиться о себе сами. Я знаю. Мне это не нравится. Вы позволяете этим иностранцам взять все в свои руки. Фэм, в чем проблема? Во всем. Это наша борьба. Почему мы должны допустить, чтобы эти иностранцы загубили дело? Эй, девушка Кадзуки. Да это девушка. Да, она-то самая из магазина. Угу. Она Фэм Луис. Единственная дочь в семье. Она хорошо воспитанная леди. Ну вот ее манеры. Эта семья одна из самых богатых на Филиппинах. Они оказывают нам финансовую поддержку. Окей. Мы наемники из ДХЧ. Вы все еще нам не доверяете? Наемники? Да вы просто кучка невежд. Не смешите меня. Эй, Кадзуки. Думаю, ты ее разозлил. Сделай же что-нибудь. У нас нет времени на споры с тобой. Вопросы доверия можно обсудить после выполнения миссии. Согласно, Фэм? Я позволю вам попробовать. Уверена, что вы обязательно облажаетесь. Вы двое закончили? Тогда начнем. Так. Здесь сейчас будет после диалогов. Насколько я помню, сразу миссия. Успех этой миссии зависит от вас. Удачи. А, вот в качестве моего жеста доверия. Пароль свобода от нашего веб-сайта. Так, большими буквами свобода. Окей. Если захватим ракетную базу, мы сможем атаковать крепостный раз. Угу. Я не доверяю вам. Сначала закончите миссию. Хотя уверена, что вы ее провалите. Так. Слю, если мы заговорим, то он спросит нас, готовы ли мы. И мы им ответим, что готовы. И тогда уж начнется миссия. Давай, наверное, тогда вот сюда вот сохранимся. В данный момент. А, кстати, да. Там сейчас было видно в гейме, сколько плюс-минус я затратил на фарм. Я сохраняюсь. Просто этот ром немного нестабильный оказывался. Чуть-чуть, так скажу. Поэтому я на всякий случай сохранюсь, если вдруг нужно будет именно... Снова начинать. Ты готов? Да, готов, в принципе. Давайте готовить самолет. Нам нужно добраться до аэропорта. До аэропорта. Ну чё, отправляемся. Эй, разве это не автобус? Не аэробус. Так вот что ты назвал коммерческим самолетом. Нравится? Я получил его для этой миссии. Это и так слишком хорошо для вас. Ладно, ладно. Как мы погрузим ванзеры? Здесь есть ремни безопасности? Мы переоборудовали его для транспортировки ванзеров. Боже. Это единственный способ обмануть врага. Лю, когда ваша миссия будет завершена, мы начнём высадку. В Негросе. Покажите нам, насколько вы хороши на самом деле. Конечно. Давайте начнём. Загружайте ванзерай. Так, аэропорт. Панай. Только не говорите, что что-нибудь пойдёт обязательно не так. Нет, смотри-ка, всё прошло как надо. Командир Монаро. На радаре коммерческий самолёт. Этот маршрут предназначен только для военных. Предупредите пилота. Мы принимаем только сигнал бедствия. Авария? Он постепенно теряет высоту. Это приведёт к крушению на панее. Проклятие. Узнайте какая-то авиакомпания и скажите им, что мы занимаемся разбором. Займёмся разбором обломков. Да, сэр. Повстанцы начали действовать. Нельзя позволить гражданским находиться в этой области. Так она вроде мема, не сэр. Разве нет? Ну ладно, окей. Это всё пустое. Неважно. Мы сколько раз видели всякие непонятные переводы, поэтому неважно. В данном случае это всего лишь одна греха из всех, которых я заметил. Скорее, поисковый отряд врага уже рядом. Я думала, что уже мертва. Чёрт, не глупи. Однако неверное движение и нам во всем конец. Нет времени для болтолни. Давайте доберёмся до джунглей, пока враг не нашёл нас. Хорошо, вперёд. Это поисковый отряд. Подтверждаем крушение пассажирского самолёта в секторе Д-2. Приступаем к поиску выживших. Подождите. Это авансер? Враг уже атакует. Пригнись. Быстро отреагировали. Что будем делать? Они обнаружат нас. Не задерживайтесь. Уничтожим их, прежде чем они свяжутся с базой. Вполне себе справедливо. В принципе. Так, ну что, берём Казуки, Рёга, Алису, ну и Люф. Как обычно, собственно. Я не буду менять привязку, пускай они защищаются от пулемётов. Потому что в основном враги пользуются пулемётами. Ударные атаки только вот у ближников. Я дробовиков этой, скажем так, своры народу не видел. Я ещё вот здесь вот так вот сделаю. На всякий случай. Просто. Ну, просто так. На всякий случай. Давай, начнём. Попробуем сейчас, наверное, вырубить дальников. Ракетчиков, которые. Они могут доставить нам ну уйму неприятности. Ого. Серьёзно? Прикольно получилось. Давай вот сюда передвинемся. Блин, я быстрее бы его вручную выбрал. Чем кликая по врагам, которых мы можем выделить как мишень. Так. Давай, наверное, вот ты вот сюда, Алиса. Вот. Вот так быстрее. Алиса, убей его. Красава. Молодец, Алиса. Просто умничка. На. Так. Минус ракетчик. Это вообще очень даже, очень даже неплохо. Стреляем тогда в лицо этому чудику. Отлично. По ногам. Не по лицу. Но всё равно. Попал. Так. Ближник дальний. Дальний ближник. Очень странно. Так. Стрелять будешь? Будет. Смотри-ка. Но ты почти не нанёс урона, поэтому пусть. Скажем так, от ракетчика в этом плане мы получили бы куда больше урона. Продолжаем избавляться от таких, не знаю, как назвать даже. Оу. По-моему, ему понравилось. Прицел. А, ну да. Это же Риога. Не стоит об этом забывать. Вот как раз вот здесь и вызываются всякие нестабильности. Когда Риога применяет навыки на ракетке. Если с Алисой нет никаких проблем, то вот с Риогой есть некоторые проблемы. Меня это конкретно добивает, но ладно. Не суть. Ммм. Лю, а ты неплох. Метки сегодня. Что-то странно, они на месте стоят, вообще не двигаются. Казуки, убей. Ну, не совсем убил, ну ладно. Что-то. Левую руку тебе повредили. А в какой руке у тебя оружие? Мм, как раз в левой. Риога, ну-ка, оформи его. СВО, угу. Прицел. Обожаю Риогу за это. Это просто муа. Угу. Но больше у нас не побеспокоит. О, навык плюс один. Отлично. Ээээ. Сейчас бракеты промазать по стоящей цели. Ну ладно. Ну что будете делать? Понятно. Дальше продолжать стоять. Вас вот так-то разрывают на куски. А вы дальше стоите и ничего не делаете. Очень странные ребятки. Ну вот, честно говоря, очень странные ребятки в этом плане. Блин, хотел ванзера-то захватывать. Не дает мне возможности. Они что-то какие-то, хоть и рандомно стреляют, но слишком жестко. Не-не-не-не-не-не-не. Мне вот сюда. Минус рука сразу. Просто... Что я на нее смотреть буду? Убью ему руку и все. Отломаю. Ну-ка, вторую руку отломим. Отломим ему. Эээ, по телу, понятно. Ну что? О, ракетчик зашевелился. Ну, сейчас будет больно, по идее. Ну, не сказать, что прям смертельно, но неприятно. Давай будем честными, получилось неприятно. Давай, тогда избавляться от него. Так же, как и от предыдущих. Серьезно, одно хп? Алиса? Разберись. Пил. Пока. Ты был очень неплохим солдатом. Но не в этот раз. Бега, ну-ка, оформи его. Прицел. Серьезно. Блин, может быть, даже несколько раз выстрелишь. Будет очень даже неплохо. Давай в руку. В левую. Ну, кстати, да, в левую руку, как и попросили. Сейчас нас палкой накрывать будут, да? Ну, давай в ответку дадим ему. По лицу. По ногам. На-ка тебе тоже по ногам. Да, по ногам. Блин, по телу. Так еще и по персонажу заделать. Жестко. Казуки, помогай. Все. Больше у нас не побеспокоит. Пусть я пока живу. Будем разбираться с другой мишенькой. По левой руке, кстати. Не буду рисковать. Попадешь? Нет. В упор не попадает. Ну, понимаю, в принципе. Давай кулак ужаса снова. Он за один удар в любом случае нас не убьет. Да и мы тоже его, но, в принципе, мы его покалечим, по крайней мере. Блин, дофига ходов тратим. Ракеты кончились. Я заправлять ракеты не буду. Пинь. Это того не стоит. Навык плюс один. Отлично. Давай еще разом. Умничка. Контузий выстрел. Просто умничка. Обожаю ее. За ее способность. Просто умничка. Ну и Люфт, давай. Надо разбираться с последним. Ай, понятно. Серьезно? Алло, так у тебя появился шанс захватить цель. Давай хватай его. Убить ты его не убьешь в любом случае. Отлично. По-моему, я если правильно помню, то этот вид ванзера называется дзиньо или как-то так. Либо дзиньо, либо дзиньо, либо дзинь, джинь, что-то вот в таком духе. Слушай, платина. Мы просто на ход немножко. Джин с двумя Н. Окей. Он дальник, поэтому у него тоже есть какая-то способность. Они не обнаружили нас. Это просто вопрос времени. Прежде чем они это узнают, нам будет не о чем волноваться. После того, как мы уничтожим базу. Рад, что тебя это так взволновало. Постарайся быть осмотрительнее. Враг так этого не оставит. Прочит сказать, чем сделать. У нас нет времени. Мы должны уничтожить эту базу. Ну все, пошли уничтожать базу. Вполне себе адекватные действия. Так. Делаем обязательно сейф. Да вао. А здесь у нас уже будет... Панай. Окей. Так. Ну что, заглянем в сеть. Не знаю зачем, но заглянем. Вдруг там что-то поменялось. Магазин, кстати, изменился, нет? Все-таки. Появился здесь. Появилась здесь возможность заказывать. Да? Появилась. Что мы можем купить? Зинё, кассу, эня. Ну короче, то же самое, что мы могли закупить именно... В магазине в последнем. Окей. Джин. Ну-ка, что ты можешь? Нет ключевого оружия. Нет гранатомета. Все оружие, понятно. Ладно, пока не будем его продавать, пускай будет. Наберем сейчас, скажем так, такими темпами оружие, и все, и нормально. Я хотел на почту заглянуть, на самом деле, по большей части. Теперь мы будем это делать почаще. Просто потому, что это нужно. Действительно. Так, я извиняюсь. На минуту отойду. Извиняюсь. Так, в сеть-то я зачем полез? Проверить сайт свободы? Вообще, я хотел дальше продолжить. ЛПФ. Наверное, этот сайт, да? Eternal. О, да. Может быть, здесь есть что-нибудь умное? Свобо. О, да. Доступ разрешен. Так, подконтрольная зона, почтовый сервер. Давай сначала сюда отправимся. В настоящее время только Миндао, Минданао, находится под нашим контролем. Мы недоукомплектованы. Лишь 20 солдат, 20 тысяч солдат, извиняюсь, и не в состоянии продолжать свою деятельность. Мы получаем зарубежную помощь, но без дополнительного личного состава. Наши руки связаны. Так, и второе. Мегарда Бомарм, ну давай. Вот удалено для Мегарда Бомармы. Скоро прибудут союзники, чтобы выручить вас в сложившейся ситуации. Точно следую их указаниям. Я предлагаю полное сотрудничество в обмен на вашу помощь. Однако быть у них на побегушках неприемлемо. Если вы также отправите нам еще и припасы, то это уж другая история. Ну, получается, все. Здесь больше ничего интересного. В топиках... Да, понятно. Да емое. В топике нет ничего интересного, поэтому пойдем отсюда. Пошли еще одну миссию пройдем и будем тогда думать. На почтовый сервис, конечно, мы зашли, но это того не стоило. Короче, кто-то там помогает Бомарму. Ну, точнее, не кто-то, а мы помогаем Бомарму. Кто-то сообщил ему о нашем присутствии. Кто сообщил, фиг знает. Но какое-то... лицо непонятное. Скажем так... Помогает. Окей. Так, джунгли. Ракетная база. Окей. Вперед. Такие мы быстрые. Вот это место. Нет, это склад ПВО. После базы уничтожьте склад. И затем отступайте. Ну, естественно, мы просто так уничтожить не сможем его. Сперва мы должны разобраться с Иваном с Вагом. Все верно, пошли. Так, ну, берем абсолютно тех же ребят. Ну, я, кстати, не знаю. Ну-ка. Да не оставим тогда защиту от, как раз таки, пулеметов. Потому что мне кажется, что это самый лучший защит на данный момент будет. У них... Да хотя тут пулеметов-то сказать, чтобы не очень много. В основном, как раз таки, зенитки эти. Пулеметные, кстати, установки. Ну, давай тогда вот так сделаем. Трясогрузка. Окей. Не будем получать в ответ атаки. Серьезно? Ты в упор промазал? Хотя, в принципе, чему я удивляюсь. Инициативы у нас нет. Давай тогда вот так сделаем. Здесь немножко ответного урона мы получим. Немножечко? Подумал я. Вот тебе и немножечко. Лю. Да и без глупости. Молодцем. Окей. Отвечаем дробовиком тогда. Ну, не попал вообще. Да и мы тоже не очень-то справились с задачей. Серьезно, на Лю лезешь? Лю. Давай-ка ты просто защитишься в этот раз. Ммм, 70 урона это немного. Мне вот только одна вещь интересна в данный момент. Пулемет, а обязательно к уничтожению или нет? А то сейчас окажешь, что мы их можем даже и не уничтожать толком. Ну, я, наверное, уничтожу их на всякий случай. Ну, чтобы они нам не мешать. Так, хорошо. Переходи сюда. Распополамя его, пожалуйста. Распополамя. 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 Обидно. Так, здесь я, пожалуй, свалю куда-нибудь. У нас есть снаряга всякая. Ремнабора. Лицо полечим немного. Давай, только без глупостей. И на этот раз. Понятно. Окей. Похоже на глупости? Я думаю, нет. Ты смотри, он его не отпускает вообще. Ну, давай в лицо ему сразу. Отлично. И урон нанес и, скажем так, в обид себе не дал. Красавчик. Блин, попал в руку. Ну, ладно. Рука заживет. Рука заживет. Неважно. На, ты не попал. Молодцы. Так, ну, я думаю, сейчас мы его будем пополамить до конца. Угу. Рука. Отлично. Ну, вот, в первый раз бы ты так сделал, цены к тебе не было. Отлично. Закончил с ним. Я думаю, если сейчас получится, то мы можем за две ракетки уничтожить турельку. Пулеметную установочку. Да, может быть, даже и за один заход. Нет. За два захода только лишь. Ты отсюда можешь попасть? Давай без глупостей. Я в тебе верю. Понятно. Придется еще один ход потратить. Раз на то пошло. Ты смотри, они очень хотят козуки убить. Это ненормально. Ого. Эти ребятки вознамерились действительно нас убить. Давай. Я в тебе верю. Да хорош. Два раз подряд не попал. Ладно, бывает. Не спорим. Уничтожим эту штуку. Да вы серьезно? Ребят, ну еще я на такое не подписывался. Мне это не нравится. Рёга. Молодцом. Рёга, молодцом. На тебя и были надежды все возложены. Алиса, давай. Оставь хотя бы одного без руки. Не без твоей руки. Ну, ты выполнил на то, что было нужно. Запрос был на то, чтобы ты оставил кого-то без руки. Ты оставил кого-то без руки. Окей. Нет вопросов. Слушай, очень много урона получаем. Это ненормально. Казуки оставил без руки его. Без левой. Да не без ног, а без руки. Нет. А, хотя да, почему нет? Нет, не надо. Вот так. Это плохо. Максимально хреново, я бы даже сказал. Отлично. Ты все равно нам ничего не сделаешь. Будем твоего товарища теперь глушить. Ого. Неплохо. Рёга, не умирай. Рёга, не умирай. Слышь, ты слишком меткий, чувак. Ладно, это обидно, конечно. Я бы сказал, очень обидно. Ну ладно, хрен с тобой. Я не хотел этого. Максимально не хотел. Ну, ладно. Окей. Хрен с ним. Блин, но это может нам очень плохо сыграть сейчас на оценку на нашу. Итоговую. Да? Да. Золото. Блин, я мог лучше отыграть. Ладно. Но у нас уже есть там одна оценка не особо хорошая. Поэтому не важно. Обидно, конечно, досадно, но... Хорошо. Казуки, как там дела? Мы готовы. Хорошо, таймер установлен. Отходим скорее. Ну, это минус панал. Минус ракетная база. Отлично. Мне кажется, мы хорошо справились с задачей. Но могли бы и лучше отыграть. Ладно, сохраняемся. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.